Итак, запись у нас началась. Давайте начнем. У меня есть такая небольшая презентация, в которой я собрал слайды с моей большой презентации. Слайды, которые касаются нашего сегодняшнего вебинара. Во-первых, что такое платформа 1S Bittrex? Как это принято называть? Это движок. Движок, на котором создают сайты всеразличные, от каких-то небольших лендинг-пейджей до крупных интернет-магазинов. На данный момент такие цифры есть у нас, причем, по-моему, даже немножечко больше это уже стало. На майской презентации новой редакции показывали их, я еще не успел их просто публиковать. Больше 130 тысяч клиентов, которые работают на платформе Bittrex. Из них больше 25 тысяч интернет-магазинов. Интернет-магазин – это, наверное, самый сложный тип сайтов, который сейчас в интернете существует. С нашей платформой работают более 11 тысяч партнеров, которые занимаются созданием сайтов, созданием каких-то готовых решений, внедрением каких-то своих решений, интеграции разных программных продуктов с нашей платформой. Ну, то есть непосредственно созданием сайтов занимаются именно наши партнеры. Мы сами сами сайты не делаем. Кроме того, есть у нас такое интересное место, как Marketplace. Marketplace.11-bittrex.ru. Можете посмотреть на сайте 11-bittrex.ru. Есть ссылочка. Это место, в котором можно приобрести приложения и готовые сайты, готовые шаблоны уже поработающие, в которых достаточно будет контент на свой заменить и уже выпускать его в работу. Вот как раз про один из таких же, про одно из таких готовых решений. Сегодня будет во второй части нашего вебинара. По данным компании iTrack, на март месяц в Рунайте мы занимаем 62,7% среди сайтов, которые сделаны на коммерческих системах управления сайтом CMS. Достаточно большая цифра. Каждые полгода мы увеличиваем эту долю, чтобы всегда приятно. Давайте я, наверное, сейчас выключу такую презентацию. Вводное слово у нас прозвучало. И расскажу немножечко про такой сайт, как Bittrex Labs. Я сейчас на этом сайте Bittrex Labs, Bittrex Labs.ru, запустил. Вот она наша виртуальная лаборатория. Я запустил демо-версию. У меня не было под рукой, к сожалению, сайта ЖКХ, поэтому основу управления сайтом я покажу на другом примере. Вы сами можете параллельно со мной запустить такой же демо-сайт. Три часа он будет доступен. Можете потом это проделать. Можете скачать демо-версию на нашем сайте в разделе «Скачать». Да, управление сайтом, файл для загрузки скачаете, установите. Ну, я установил сейчас шаблон. Ну, пускай у нас будет не сайт ЖКХ, а пускай будет сайт банка. Не суть. На самом деле, что хотелось бы показать, как происходит управление сайтом. В первую очередь, это вот такая вот панелька, которая появляется у нас после авторизации на сайте с админскими правами. В которой мы можем создавать страницы, разделы, изменять какие-то страницы, управлять структурой и так далее. Ну, давайте, наверное, посмотрим, например, управление структурой из публичной части. Такое вот окошечко открывается у нас, в котором мы можем какие-то файлы, папки перемещать. Слева у нас только разделы отображаются, справа у нас вся информация. Она есть. То есть, ну, такая вот логическая структура сайта. Мы можем зайти куда-то и всегда это посмотреть. Прямо отсюда мы можем какую-то информацию о страничке посмотреть, изменить эту страничку в визуальном редакторе, открыть ее, какие-то свойства, доступы поменять, либо удалить данную страничку из нашей структуры. Вот в этой структуре все названия, они прописываются при создании той или иной страницы. Ну, давайте, например, создадим страницу. Так, в какой бы раздел давайте по компании зайдем. То есть, видно, что у нас здесь главное есть меню такое. Вот компания, новости, услуги, контакты. И в каждом из этих разделов у нас еще свое меню. Вот здесь вот слева отображается. Давайте мы зайдем в раздел о компании и создадим здесь страничку, для того, чтобы посмотреть, как у нас будет работать. Мы здесь создание форума и посмотрим, как у нас работает визуальный редактор. Так, тип меню у нас левое меню. Вот оно у нас, как раз под уровней, да? Она выпускает будет последним пунктом. Такой визуальный редактор, вот так он выглядит. Мы можем отображать визуальный редактор именно как визуальный редактор, да? Там что-то пишем, какой-то текст. Сделать его другим цветом, с подчеркиванием. Ну, здесь все достаточно, я думаю, понятно, так же, как в Варде. Здесь все инструменты есть. Если нам необходимо, мы можем и в HTML что-то посмотреть, как это будет отредактировано. И прямо тут мы можем закидывать какие-то компоненты. Давайте, например, компонент форума, комплексный компонент сейчас закинем. Сохраним и посмотрим, как у нас это получилось. Да, в меню у нас появился раздел форум. Пожалуйста, у нас уже форумы появились, просто у нас пока ни одного форума не заведено, ни одной темы нет, поэтому здесь пусто. Ну, в принципе, уже вот с этим можно тут работать. Опять же, да, какой-то текст, который мы написали, он здесь появился. Ну, то же самое, жму издаминить страничку, этот текст удаляю, потому что он нам не нужен здесь совершенно. Да, и, пожалуйста, форумы. Наверное, не буду подробнее про это рассказывать, про визуальный редактор. Ну, здесь, я думаю, всем все понятно. И опять же, мы ждем, когда у нас в июне появится новая редакция. Давайте, наверное, перейдем сейчас в раздел администрирования. А, да, какую интересную штуку забыл совсем показать. Один из самых, наверное, важных режимов для работы в публичной части – это режим правки. Вот здесь он переключается. Теперь я могу, наведя мышку на ту или иную область, редактировать эту область. Например, я хочу изменить номер телефона. 2.12.86, давайте сделаем 9.9.9.8.8.7.7. Да, у нас сразу здесь изменилось. Ну, точно так же я могу редактировать рабочее время, там слоган какой-то и так далее. Если надо, могу открыть тут, изменить новость, текст новости тоже поменять. Вот, очень удобная штука для того, чтобы работать в публичке. Давайте перейдем теперь в раздел администрирования. Посмотрим, что он из себя представляет. Ну, в первую очередь, это три таких колонки, да, то есть, также главное меню, подменю и непосредственно рабочая область. Ну, здесь у меня рабочий стол. У меня редакция стоит, которая содержит в себе модуль интернет-магазина. Сейчас я это все выбираю, то, что у нас связано с магазинами. Вот такие вот виджеты, их можно прямо сюда накидывать. Гаджеты они у нас называются. И поработать с ними. Какие-то заметки, да, избранные ссылки, что-то из веб-аналитики. Вот статистика у нас, например, висит. Сюда накидывается для того, чтобы все это было под рукой. И, кроме того, какие-то разделы сайта, с которыми вы предполагаете, что будете очень много работать, их можно закидывать в избранное. Ну, например, давайте посмотрим, что мы про форумы, да, сегодня немножечко коснулись темы форумов. И, например, мы хотим, чтобы у нас управление темами всегда было под рукой. Я просто беру и перетягиваю это сюда вправо. И теперь на рабочем столе у меня в избранном появилось управление темами. Ну, здесь подсказочка есть, в которой все это написано. Если она не нужна, можем ее убрать. Очень удобно, можно создать несколько рабочих столов. Там один стол, например, будет контент-менеджер, другой рабочий стол будет системного администратора, да, например, человек, который будет заниматься техническим обслуживанием вашего сайта. И всегда можно перейти и работать с местом, настроенным конкретно под себя. Дальше пошли разделы у нас. Ну, контент. Во-первых, это, опять же, возможность управления логической структурой сайтов, да. Как мы смотрели, например, у нас корпоративный сайт. Здесь у нас все это есть с меню, с подменю. Все странички, которые мы смотрели, можем с ними какие-то действия производить. Как это происходит? Ну, во-первых, если мы ищем какую-то страницу, можно воспользоваться таким вот фильтром, да. Например, если мы ищем страницу кредитования, я наберу сейчас кредит. Ах, он папку здесь будет искать. Нет, так не получится. Это не файл, это папка. Для поиска файла у нас есть такая вот штука, как поиск. Вот, ну, прямо тут мы можем, опять же, да, редактировать, просматривать файл, скачивать, загружать сюда какие-то файлы, менять право доступа и так далее. Для управления файлами в том виде, в котором они лежат на сервере, есть такой вот раздел, как файлы и папки. То есть здесь уже не те названия, которые мы писали в описаниях, да, на кириллице, там, новости компании и так далее. Здесь уже непосредственно название папок на вашем хостинге, на сервере и какие-то файлы, название файлов. Ну, наверное, про структуру сайта так вкратце. Пожалуй, что все. Сервисы, которые есть, во-первых, управление контекстной рекламой, если это необходимо, да, у нас есть настроена уже интеграция с Яндекс.Директом. Если вы в авторизованном системе Яндекс.Директ, то управлять контекстной рекламой можно прямо из-за админики Битрекса. Не надо для этого в Яндекс.Директ идти. Можно создавать какие-то опросы на сайте, задавать здесь, да, какие-то формировать списки опросов, устраивать голосование. Можно использовать какие-то веб-формы для того, чтобы собирать обратную связь от клиентов. Что еще может быть важно для ЖКХ? Не знаю, социальная сеть. В принципе, есть возможность создавать какие-то группы пользователей, которые будут общаться. Например, жители одного дома, да, чтобы они могли на вашем сайте общаться. Не знаю, про это, наверное, уже лучше расскажет коллега моя. Не буду пока на этом останавливаться. У них больше опыта в том, какой функционал необходим для сайта ЖКХ или ТСЖ. Раздел «Магазин» мы не будем трогать, он нам совершенно не нужен. Аналитика. Позволяет анализировать посетителей вашего сайта, смотреть, с каких сайтов, по каким запросам пришли к вам на сайт люди и так далее. Раздел «Маркетплейс» содержит каталог решений, о которых я сегодня рассказывал, да, как готовые сайты. Прямо отсюда их можно устанавливать, покупать. Какие-то платные, какие-то бесплатные. Разные есть, обязательно поизучайте. Наверняка, даже если вы сегодня на вебернавр пришли, не собирались открывать сайт ЖКХ, что-то для себя сможете найти. Ну и раздел «Настройки», где можно все различные настройки, собственно, производить. Мы еще коснемся. Давайте, наверное, пока вернемся к презентации. Вот как раз здесь и посмотрим. Одна из тем, заявленных сегодня, это безопасность, надежность сайта. Ну, нельзя говорить про надежность, да и вообще про хороший сайт, если сайт работает медленно. Вообще, скорость работы сайта зависит от трех составляющих. Во-первых, это конфигурация сервера, то есть непосредственно хостинга, на котором располагается ваш сайт. Во-вторых, это настройки самой платформы, то есть битрикса. Те настройки, которые влияют на производительность. И в третью очередь, это качество разработки, если проводили интеграцию каких-то сервисов или какой-то функционал вам дописывали. Это вот как раз то, чем занимаются наши партнеры. Если там сделано это не очень хорошо, то это может повлиять на скорость работы вашего сайта. Какие инструменты мы предлагаем для работы со скоростью сайта? Ну, в первую очередь, вот такой вот интересный облачный сервис – скорость сайта. Для всех клиентов битрикс он бесплатен, во все редакции продукта входит. Автоматически вывозит индекс скорости сайта для тысячи последних посетителей. Выводит в виде такого вот графика. Не смогу на живом примере показать сейчас, потому что демо-версию, которую я только что посетил, у меня еще, кроме меня, никто на сайте-то не был. Там бы это функционал, просто у меня пока еще не работает. И показывает проблемные места. Какие страницы у вас загружаются дольше, какие меньше. Соответственно, проанализировав это, вы можете уже в настройках сайта, вы или специалист, наш партнер, настроить таким образом, чтобы сайт начал работать быстро. Прямо глазами посетителей. То есть мы показываем эту скорость отображения вашего сайта непосредственно в браузере клиента. То есть не какой-то там синтетический тест, а специальный апплет, который позволяет контролировать скорость работы вашего сайта. На самом деле замечательный инструмент, после запуска его многие наши пользователи, большинство воспользовались. И можно сказать, что скорость сайтов на Bittrex на данный момент больше 70%, не больше, но 70% это те, которые работают быстро или очень быстро. Но остальные это, скорее всего, люди, которые не занимались такой оптимизацией. В нашем понятии быстро это то, что до секунды загружается. Есть также такой инструмент, как монитор производительности, который позволяет проанализировать ваш сайт и дает какие-то конкретные рекомендации. Вот его, в принципе, можно даже в живую посмотреть. Я в разделе администрирования. Так, сделаю, чтобы она не мешала. Вот он в производительности. Ну, скорость сайта, да. Нет пока никаких данных здесь. Вот она, панель производительности. Вы можете запустить тестирование вашего сайта на какое-то время. Он будет анализировать работу сайта, подгружать его. При этом сайт будет работать. И потом выдаст рекомендации, сравнит значение тестирования с эталонным значением, которое мы установили по умолчанию. И если есть какие-то рекомендации, он обязательно их выдаст, что необходимо сделать. Да, там настройки PHP, например, рекомендуют что-то сделать. Либо это то, что касалось настройки хостинга, а это то, что касается, например, именно настройки Bittrex. Например, сбор данных для отчета пути по сайту, да. Ну, немножечко замедляет работу сайта. Или предлагает оптимизировать таблицы базы данных. Ну, или что-то там касаемо разработки, тоже какие-то выдаст рекомендации. Достаточно удобный сервис, обязательно им пользуйтесь. Давайте быстренько расскажу еще про такую нашу интересную штуку, как композитный сайт. Такая уникальная технология, которая позволяет преимущество статического сайта и все возможности динамического сайта объединить. Давайте расскажу, что такой статический сайт – это готовая HTML-страница без программного кода. То есть, чисто гипертекстовая ссылка и картинки. Достаточно редко сейчас используется, но интернет-торговля вообще неприменима. Динамический сайт – это сайт, который делает какой-то запрос в базу данных, выбирает оттуда какую-то информацию, отображает ее на своем сайте. Ну, вот все сайты, которые на Bittrex, они динамические. То есть, динамические сайты дают нам больше возможностей, а статические сайты быстрее грузятся. Композитный сайт – это технология, которая позволяет объединять преимущества динамического и статического, и возможности статического динамических сайтов. И за счет этого отклик сайта гораздо быстрее. Это влияет на ранжирование в Гугле. Ну, что касается интернет-магазинов, повышает конверсию. Ну, вообще, это замечательно, когда клиент начинает работать с вашим сайтом, он у него начинает загружаться практически мгновенно. Когда только технология заработала, я, честно говоря, даже удивился, когда увидел, у меня некоторые сайты прям удоверенно отображают информацию. Подробно про технологию, наверное, не буду рассказывать, но если кого-то из разработчиков это интересует, можете задать вопрос, я расскажу, где про это можно посмотреть вебинар и почитать. Что касается безопасности. Есть у нас такой инструмент, как панель безопасности, и есть комплекс инструментов проактивной защиты. Давайте, наверное, быстренько, чуть-чуть поподробнее про это расскажу. Также в настройках, вот он, раздел проактивная защита. Ну, во-первых, про что хотелось бы сказать в первую очередь. Это сканер безопасности. Я уже сегодня запускал. Это тоже облачный сервис, который пытается имитировать из облачных, с облачных серверов проникновение на ваш сайт и пишет, какие настройки вам необходимо сделать для того, чтобы сделать безопасность вашего сайта выше. Да, вот здесь прямо такие ссылочки. Есть что делать? Там повысить уровень безопасности административной группы. Значит, мне надо идти в настройки групп и повышать там уровень. Настраивать все это. Достаточно удобный сервис, тоже можно им смело пользоваться. Панель безопасности. Вот это общее место, где у нас вся информация, да, и по сканеру безопасности, вот, какие угрозы, например, пишет он, можно сразу перейти, просмотреть и устранить. И как раз уровни безопасности для их повышения, что необходимо сделать, там, включить одноразовые пароли. Да, например, очень интересный инструмент, который позволяет делать такую двухэтапную авторизацию. То есть при авторизации на ваш сайт вы будете вводить первый пароль, тот, который вы всегда держите в уме, а второй пароль, который будет генерироваться. Либо на таком вот устройстве, либо, что, наверное, разумнее, это на смартфоне. То есть есть специальная программа, вы ее устанавливаете и генерируете вторую часть пароля. Соответственно, без второй части пароля никто под вашим логином на сайте не сможет авторизоваться. Подобрать такой пароль невозможно. Ну, теоретически возможно, практически не знаю, не сталкивался с этим. Помимо этого, что еще у нас есть? Проактивный фильтр, который обеспечивает защиту от большинства самых известных. Такт на все различные приложения. Как-то можно реагировать. Опять же, здесь все это можно настроить. Есть журнал вторжений, в котором будут отображаться, какие были попытки проникнуть на ваш сайт неподконтрольно. И так далее. Много разных инструментов. Наверное, не буду их все сейчас перечислять. Давайте вернусь к презентации. По сути, наверное, у меня уже все. Что еще хотелось бы рассказать? Упоминал уже сегодня, что в июне выйдет новая редакция 15.5. Вообще мы два раза в год выпускаем обновление нашего продукта Bitrix. Управление сайта обновления происходит для пользователей, если какие-то изменения в ядро системы не вносилось, то достаточно, в принципе, безболезно. Достаточно две кнопки нажать, установить эти обновления и начать пользоваться новым функционалом. На самом деле это важно, потому что отрасль на месте не стоит. Всегда что-то новенькое появляется в сфере создания сайтов. Мы стараемся быть в тренде, анализировать какие-то новые вещи и добавлять их в свой продукт. Что касается, про Marketplace рассказал, что касается стоимости лицензии, здесь оно указано. Я думаю, про решение уже КХ коллега моя расскажет. На каких версиях, на каких редакциях наших программных продуктов она работает. Я думаю, там, наверное, Старт, Стандарт или Эксперт. Не буду рассказывать, она уже расскажет, но вот цена редакции, цена редакции вы видите. Отличаются эти редакции количеством модулей. У нас на сайте состав модулей в той или иной редакции, вы можете посмотреть, есть такая очень удобная табличка. Давайте, наверное, даже и покажу ее. Раздел «Продукты», «Управление сайтом», «Сравнение с редакции». Прямо галочками отмечено, какие модули доступны в той или иной редакции. Всегда про «Что это за модуль» можно нажать и почитать. Выглядит такое вот описание. Что-то у меня здесь медленно совсем работает. Так, про партнеров рассказал. Техподдержка на сайте осуществляется. Вы пишите обращение, вам отвечают наши сотрудники. Пробная версия доступна на 30 дней. Вот ее можно скачать. Либо через виртуальную лабораторию на 3 часа запустить. Такую же лабораторию, такой же сайт, как я сегодня рассказывал. Так, у меня на этом, наверное, все. Давайте, наверное, перейдем ко второй части, которая более отражает сегодняшнюю тему нашу. Я сейчас передаю слово Марине, а сам посмотрю ваши вопросики. Так, Марина. Марина, пока не слышно. Марина, пока нет звука. Надо еще раз там, наверное, мьют нажать. Так. Добрый день. Меня зовут Марина. Я являюсь сотрудником линии технической поддержки компании 1С ВДГБ. Давайте протестируем связь. Если меня слышно хорошо, то напишите, пожалуйста, в чат. Марина, вот звук опять пропал. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот сейчас должно быть слышно. Давайте перейдем к презентации. Мы сейчас с вами рассмотрим сайт компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Как создать, развивать и управлять. Сайт представляет собой продукт, который позволяет повысить качество обслуживания потребителей и прозрачность работы организации в сфере ЖКХ любого масштаба. Основными преимуществами сайта ЖКХ являются Возможность раскрытия информации по постановлению номер 731 Личные кабинеты для жильцов Автоматическое напоминание должникам о необходимости оплаты Возможность печати квитанции из личного кабинета на сайте Под показаний счетчиков на сайте Оплата коммунальных услуг ЖКХ, не выходя из дома при помощи сайта Передача заявок в аварийную службу через личный кабинет И интеграция с учетными программами 1С Существует несколько вариантов дизайна сайта с различными цветовыми схемами Перед тем, как приступим к обзору функциональных возможностей сайта Рассмотрим основные правовые акты, которые регламентируют Способы раскрытия информации управляющими компаниями и ТСЖ Работающими в сфере управления многоквартирными домами Основными нормативными актами, определяющими порядок и инструменты раскрытия информации О деятельности управляющих компаний и ТСЖ Является постановление правительства номер 731 Опубликовать информацию в соответствии со стандартом Можно на официальном сайте управляющей организации На официальном сайте органа исполнительной власти На официальном сайте органа местного самоуправления Размещение на информационных стендах в помещении управляющей организации Публикация в обвесных печатных средствах массовой информации В которых публикуются акты органов местного самоуправления Предоставлена информация на основании запросов, поданных в письменном или электронном виде. Согласно 731-му постановлению, на сайте присутствует возможность размещать информацию о деятельности управляющей компании ЖКХ, возможность размещения новостей и информации о тарифах компании. Контроль осуществляется в отношении факта раскрытия информации, источника опубликования, сроков и периодичности раскрытия информации, полноты и достоверности раскрытой информации. Также планируется доработка выгрузки на сайт электронных паспортов дома. 1С сайт ЖКХ представляет собой готовый сайт на платформе 1С Битрикс, который вы можете развернуть по любому адресу в интернете. Место размещения сайта вы можете определить самостоятельно, будь это ваш личный компьютер, либо какой-то готовый хостинг у одного из хостинг-провайдеров. Рассмотрим подробнее, что из себя представляет данный сайт. В качестве примера возьмем демо-сайт, зайдем на него под владельцем лицевого счета. Перейти к личному кабинету можно через закладку «Кабинет». Личный кабинет состоит из нескольких разделов, таких как «Общая информация». Здесь хранится закрытая новостная лента, где публикуются объявления для жильцов. Могут проводиться голосования. После того, как жилец проголосовал, можно сразу же посмотреть результаты голосования в процентном соотношении. Следующий раздел – это «Оборотная ведомость», где жилец может увидеть задолженность на начало периода, сколько было начислено, оплачено и задолженность на конец периода. На закладке «Начисление и долги» есть возможность просмотреть расшифровку начисления и долгов в разрезе услуг за определенный период. На закладке «Квитанции на оплату коммунальных услуг» сразу же можем распечатать квитанцию. При необходимости квитанцию можно распечатать за любой выбранный период. Данные счетчиков. Очень удобен механизм ввода показаний счетчиков. То есть жилец может снести показания счетчика прямо на сайте, а управляющая компания или ТСЖ нажатием кнопки может загрузить эти показания в свою расчетную программу. Например, в программу 1С «Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК». На сайте управляющих компаний ЖКХ, ТСЖ и ЖСК доступны модули «Оплата». Можно настроить оплату через электронные деньги, Яндекс.Деньги, через Сбербанк или через кредитные карты и прочие системы оплаты. Чем больше каналов оплаты, тем проще Вы делаете задачу для получателей услуг по оплате самих услуг. Вы можете настроить систему онлайн платежей и люди могут тогда платить Вам, не покидая уютный квартир и просто сидя за экраном компьютера. Теперь рассмотрим работу аварийно-диспетчерской службы. Система аварийно-диспетчерская служба доступна на закладке «Мои заявки». Любой жилец может оставить заявку для организации по какому-то происшествию или событию. Например, течет кран. Что-то сломалось. Либо еще какое-то другое событие. И уже диспетчер, аварийно-диспетчерской службы. Давайте зайдем под ним. То есть он заходит под другим логином и паролем. Затем он попадает в окно работы с заявками. Здесь доступны различные фильтры, такие как номер заявки, состояние. То есть все фильтры, которые мы видим. Также можем посмотреть статус заявки. Принято ли, выполнено, передано на исполнение или она совершенно новая и еще не обработана. И можно, соответственно, переназначить ту или иную заявку, назначить исполнителя или занести информацию о ее завершении. Также через сайт доступен режим работы в режиме подрядной организации. То есть часть услуг управляющей компанией или ТСЖ может выполнять не самостоятельно, а передавать их на подряд другим организациям. В каждой из этих организаций можно выделить определенный логин и пароль на этом сайте, где они могут получать заявки и отчитываться об их отработке. Дополнительный механизм – это работа в режиме администрирования. В этом режиме доступны все более тонкие настройки сайта через специальную функцию платформы AgnesBitrix. Например, мы хотим внести изменения в контактные данные нашей организации. Для этого необходимо включить режим кнопки, и тогда уже сможем редактировать контактные данные. Переходим на страницу контакта и нажимаем кнопку «Изменить страницу». Мы видим, что редактирование происходит напрямую простым набором текста. То есть, можем набирать любой текст. Любой посетитель сайта увидит внесенные изменения сразу же после их сохранения. Если вдруг изменения были сделаны некорректно, вы можете отменить их при помощи кнопки «Отменить» без сохранения. Таким образом, с легкостью можете управлять сайтом, произвести какие-либо изменения самостоятельно. Данный сайт может взаимодействовать с другой учетной программой путем обмена информацией в формате XML и CSV. Возможности интеграции 1С сайт ЖКХ с программой 1С учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТЗЖ и ЖСК. В программе присутствует возможность редактирования новостей с сайта, автоматизированные загрузки показателей с узлов приборов учета, загрузка заявок, аварийно-диспетерская ссылка в программу. Можно загружать оплату услуг как из программы на сайт, так и с сайта в программу. После чего сотрудник управляющей компании формирует квитации в программе, а получатели коммунальных услуг помогают квитации на сайте в личном кабинете. Ранее обмен с сайтом осуществлялся с помощью нескольких обработок. Сейчас же обмен с сайтом можно осуществить с помощью одной обработки, которая представляет из себя единое окно. Подключение к сайту осуществляется в соответствии с параметрами, указанными в пользователе. Заполняются адрес сайта, логин и пароль администратора, под которым будет производиться обмен. Из данной формы можно будет сразу проверить подключение. Справочник дата обмена предназначен для выбора данных, которыми планируется обмениваться. Это выгрузка на сайт учетных сведений по лицевым счетам, загрузка сайта сведений о оплатах лицевых счетов, сведений о показаниях индивидуальных приборов учета и загрузка сайта сведений о оплатах, произведенных с помощью оператора монеты.ру или других. Передача данных на сайт производится автоматически в нажатии на соответствии с помощью оплаты. Лицевыми счетами мы можем сгенерировать логин и пароли на сайт. Далее, при нажатии на кнопку «Записать» сохраняем их. После чего передаем информацию на сайт, нажатии на соответствии с сайтом. Данные будут отправлены. Теперь можем оповестить лицев по электронной почте или распечатать кнопку. С помощью футбола обмена можно посмотреть историю обмена с 1С сайт ЖКК, дату загрузки, выгрузки, вид обмена, статус и если загрузка, выгрузка, 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 выгрузка. Для автоматической выгрузки данных на сайт необходимо поставить галочку или включить регламентное задание. По кнопке «Расписание» можно настроить необходимый график для отправки данных на сайт. Управление сайтом ЖКК прямо в учетной системе 1С. Есть возможность редактирования, удаления и добавления новостей прямо из программы. После сохранения выполненных операций изменения появятся сразу на сайте. Данная форма предназначена для редактирования новостей сайта непосредственно и результатной программы. При открытии формы необходимо указать настройку доступа, выбрав ее в соответствующую поле и справочником настройку доступа к сайту. Продолжение следует... Уже существующую новость на сайте мы можем отредактировать в программе. Есть три вида операции. Изменение новостей, добавление или удаление. Изменение новостей и после сохранения изменений в программе они сразу вступят в силу на сайте. Таким же образом можно добавить новую новость и разместить на сайт через программу. Порядок приобретения и стоимость программного продукта. Решение 1С сайт ЖКХ поставляется в разных редакциях, начиная от редакции старт, это самая младшая редакция, заканчивая бизнесом, более старшей редакцией. Редакции различаются набором функций и предоставляемыми возможностями для производителя. Которую наступить для сравнения редакции сайта можно ознакомиться на нашем сайте. Сайт может быть реапределем как совместный с сетей в битрикс, так и данный случай, если она у вас уверена реапределена. На этом будет рация программного продукта 1С сайт ЖКХ. Продолжение следует... Так, ну я насколько понимаю, Марина отчитала свою часть. У нас остались какие-то вопросы. Вижу, что Наталья отвечает сейчас. Александр подключился у нас, да? Александр поможет и даст вопросик? Александр? Так, сейчас, пожалуйста, не расходите. Сейчас я вижу, что подключился человек, который, я так понимаю, поможет нам с ответом на вопросы. Такое müssen случилось. Если у вас нет �jänто, я так понимаю, Вот, ничего. Продолжение следует... Продолжение следует... Евгений, если неправильно я вас понял и вы спрашиваете именно про решение от ВДГБ, то ребята вам сейчас ответят с ВДГБ. Я сейчас включу свой экран. Сейчас пока включу свой экран. На сайте Bittrex раздел «Продукты», «Управление сайтом» сравнит редакции. «Продукты», «Управление сайтом» сравнит редакции. Что касается Bittrex, вот здесь отмечено. Так, Александр, Марина или Наталья, кто-нибудь ответьте, пожалуйста, на вопросы. Хорошо. 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 Вот здесь. Продолжение следует... Поступил вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь, как я понимаю, важно показать на сайте данные из жилфонда и текущая анкета. Это нереализованная функция. Отвечаем на вопрос. Данные по организации можно заполнить на закладке «О нас» или в разделе «Информация». Марина, вас опять не слышно. У вас постоянно кто-то нажимает, видимо, кнопку «Mute». Марина! Отступил еще один вопрос. Будет ли интеграция с сайтом «Реформа ЖКХ»? Планируется реализация интеграции программного продукта «Один из учетов управляющих компаний ЖКХ» от СЖ и ЖСК с сайтом «Реформа ЖКХ». Еще один вопрос. Если не сложно, напишите стоимость решения. Стоимость сайта зависит от редакции. Можете оставить ваши контакты. Наш специалист свяжется с вами и более подробно все расскажет. Сергей спрашивает, что надо докупить к редакции «Битрикс Эксперт», чтобы запустить интернет-магазин. С «Эксперта» вы можете переход только на «Бизнес» купить. Тогда будет возможно запустить интернет-магазин. Тарас спрашивает, по поводу написания новости можно ли спрятать некоторые пояснения в спойлере. Не совсем, честно говоря, Тарас, понимаю зачем это. Вы можете выводить, вы хотите именно, чтобы в новости спойлеры были, чтобы при наведении курсора у вас какой-то текст открывался. В принципе, можно это сделать. Не совсем понятно зачем, но по умолчанию не помню, честно говоря. Могу посмотреть и попозже сказать вам, есть ли он такой функционал или нет. По-моему, честно говоря, по умолчанию нет, но реализовать это можно. Это же, по-моему, не касаемо движка делается. Не подскажу, Тарас, сходу. Вопрос записал ваш. И, в принципе, все, кто задает вопросы, да, вот подсказывает мне Евгений, что можно, но только руками прописывать. Да, то есть кнопки такой нет, а вот если ручками там проставить, то можно. Все вопросы, которые вы задаете, я их обязательно в конце вебинара сохраню, коллегам с ВДГБ отправлю, потому что, видимо, у них какие-то проблемы с микрофоном. Попрошу, чтобы по почте тогда всем ответили, потому что все имейлы у нас и вопросики все записаны. Спасибо. 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 Поступил вопрос, и чем отличается решение ВДГБ и эксперт от бизнес? Информацию можете посмотреть на нашем сайте, здесь представлена табличка с стоимостью и внизу табличка с отличиями сайта. Продолжение следует... 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 может какие-то технические проблемы, а слушатели у нас уже… Да нет, Евгений, я думаю, на самом деле будем уже закругляться. Давайте таким образом поступим. Евгений, и кто сейчас слышит, потому что почти все уже разошлись, можете записать мой e-mail, nikitasobachka.dinasterobitrix.ru, достаточно просто запомнить, nikitasobachka.dinasterobitrix.ru. Я… Можете мне туда вопрос написать, я сейчас лог вопросов сохраню, перешлю его разработчикам из WDGBsoft. Так, давайте, наверное, я сейчас включу свой экран и e-mail напишу. Сейчас, одну секундочку. А я сейчас напишу, одну секунду. Сейчас я здесь все сверну. Во-первых, меня можно найти по этому адресу по почте. Но я не очень люблю общаться по почте, поэтому проще найти меня вот здесь. Я всегда практически онлайн. Bittrex24.net slash Nikita. Да, по-моему, так. Bittrex24.net, Nikita. Давайте, наверное, даже посмотрим. Да, ну, прямо вот сюда можете мне в network написать. Пообщаемся. Да, никита-11-bittrex.ru. Все, на этом, наверное, буду закрывать тогда вебинар. Всем спасибо, что пришли. Еще раз текстовый документ. Да, конечно, вот так вот. Все, всем спасибо. Жду тогда писем. Присылайте вопросы. Будем все либо мне, либо в компанию BGBS Soft. Ну, лучше пишите мне, я уже перешлю. Вот, раз у нас ведь такие технические неполадки случились, то решаем все вопросы. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. Приходите к нам на следующие вебинары. Я надеюсь, что все сложности мы поборем. И больше таких проблем с микрофоном у нас не будет. Все, всего хорошего. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...